Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хальгавайт. Перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, хочу попросить вас не забывать ставить лайки, подписываться на канал и оставлять свое ценное мнение в комментариях. Это поможет продвижению моего канала. Обычно я не интересуюсь новостями спорта, но сейчас вся Словения обсуждает победу своего велогонщика Матея Махорича, который стал победителем в Тур-де-Франс. Махорич обыграл датчанина Каспера Асгрина всего на четыре тысячных. Никогда еще не было такой маленькой разницы в истории Тур-де-Франс. Но пятничный этап со средней скоростью 49,1 км в час также стал пятым по скорости. Два спортсмена до конца не знали, кто же из них победил и нервно ожидали результатов фотофиниша. Нужно отметить, что славянский велогонщик Матея Махорич играет за команду Бахрейна. И мне стало интересно узнать, что же это за такая команда Бахрейн Викторис. Это велосипедная команда из Бахрейна, основанная в 2017 году. И ее спонсором является правительство Бахрейна. И интересно, что в этой команде больше всего спортсменов из Словении. И даже есть спортивная база в Словении, недалеко от Любляны, в маленьком городке Менгеш. Но странным образом эту команду в этом сезоне преследуют несчастья. Уже два велогонщика с разницей буквально в один месяц погибли на тренировках. Этим летом погода нас совершенно не радует и даже пугает. У нас постоянно идут дожди с ураганным ветром, который достигает 100 метров в секунду. Даже я стала свидетелем того, как снесло крышу навеса стадиона, который находится рядом с нашими домами. И эту железную крышу повалило на проезжую часть одной из центральных дорог Любляны, перегородив одну полосу движения. Хорошо, что никто не пострадал. Ураганный ветер вырывает с корнями деревья, падают рекламные щиты. Очень много неприятностей доставляет погода этим летом. Например, около нашего дома растет старая высокая елка. И видно, что она вот-вот от любого порыва ветра может упасть на наш дом. И управляющие нашего дома вместе с жильцами приняли решение эту елку спилить. И меня удивило, кстати, что чтобы спилить эту елку, нужно заплатить нашему дому 380 евро. Мне показалось, что это очень высокая цена. И я удивлена, почему этим не занимаются городские службы. А жильцы дома самостоятельно должны оплачивать спил этого дерева. Ужаснейший случай произошел в славянском муниципалитете Витанье. В славянском поселке с австрийским названием Штайнхоф. Сильный порыв ветра за две минуты разрушил двухквартирный дом семьи Млиншек-Гроват. Ветер был настолько сильным, что снес крышу и все затопило дождем. И ветер разбросал, просто раскидал стены этого дома. В этом доме жила пожилая пара и семья их дочери с двумя детьми. Хорошо, что в этот момент семья дочери отсутствовала. Потому что как раз они живут на втором этаже. И эта крыша бы просто упала на них. И они бы точно не выжили. Пожилым родителям удалось спастись. Но дом, по оценкам экспертов, не подлежит восстановлению. Дом был застрахован, но страховая компенсация не покроет восстановление дома. Сейчас община вместе с Красным Крестом собирают деньги для данной семьи. Открыт счет, куда могут переводить деньги на помощь людям любые желающие. Я уверена, что всю необходимую сумму для восстановления дома соберут в кратчайшие сроки. Хорошая новость для родителей, которые хотят, чтобы их дети учились в школе по международной системе IB. Такая школа есть в Любляне. Называется она школа Данила Кумара. И сейчас такую же школу с 1 сентября открывают в городе Марибор. Который считается вторым по величине городом Словении. Ужасное ДТП со смертельным исходом произошло на прошлой неделе. 25-летняя девушка не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась со встречным автомобилем. От полученных травм она скончалась в больнице. 25-летняя девушка-водитель ехала на автомобиле Ауди А3. И на повороте не сбавила скорость. При проезде поворота она стала заезжать на сплошную разделительную линию на встречную проезжую часть. В этот момент со встречного направления ехал 39-летний гражданин Италии со своим пассажиром. Он пытался уйти от столкновения, прижимаясь к отбойнику. Несмотря на его попытки избежать столкновения, два автомобиля столкнулись на встречной полосе. 25-летняя девушка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу общего профиля города Изола, где позже скончалась от полученных травм. Водитель гражданина Италии сломал запястье и легкое ранение получил его пассажир. На место аварии даже пришлось приехать пожарным, так как во время столкновения виновница происшествия застряла в металлическом листе. На самом деле в Словении очень много узких горных дорог и всегда нужно снижать скорость перед поворотом. И сколько раз я наблюдала, как местные водители летают по этим дорогам, абсолютно не сбавляя скорости. Будьте очень аккуратными, когда ведете автомобиль по горной дороге. В городе Новогорица на границе с Италией обнаружили 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны. Бомба содержит около 100 килограммов взрывчатого вещества и в настоящее время находится в безопасном месте. По крайней мере, так сообщили журналистам. Планируется обезвредить бомбу в воскресенье, но дата должна быть подтверждена местными властями в Гориции, городе на итальянской стороне границы, где также будет ощущаться взрыв. Сейчас площадку, где находится бомба, обнесли тюками сена. За счет этого зона воздействия потенциального взрыва будет уменьшена с 1200 до 400 метров в радиусе. Все жители в радиусе 400 метров будут эвакуированы, а передвижение будет ограничено в радиусе 600 метров. Планируется, что процесс детонации займет от 3 до 4 часов. Два смельчака взрывотехника попытаются снять взрыватели. Если они не сделают этого в течение часа, они произведут управляемый взрыв, опустив бомбу в яму. Бомба была обнаружена 17 июля во время строительных работ возле железнодорожного вокзала Новогорица. Обнаружил ее работающий экскаватор и даже повредил ковш об эту бомбу. И это была счастливая случайность, что бомба не сдетонировала и не привела к катастрофе. Бомба предположительно является английской авиабомбой времен Второй мировой войны. Подобная бомба была найдена в Мариборе в 2022 году и успешно обезврежена. Находки неразорвавшихся боеприпасов нередкость в Словении в западном районе Приморска большая часть связана с Первой мировой войной. Этот район был местом сражения между австро-венгерской и итальянской армиями на фронте Изонца. Несколько авиабомб было обнаружено в Мариборе, городе, который был оккупирован нацистами во время Второй мировой войны. И этот город бомбили союзники в 1944 и 1945 годах. В 1998 году при строительстве торгового центра в Мариборе были обнаружены 3 500-килограммовые бомбы. То есть бомбу, которую нашли 17 июля, она еще не самая большая. И в конце новости погоды от Алисы. Алиса, какая сегодня погода? Сейчас в Любляне температура плюс 29 градусов. Переменная облачность без осадков. Ветер слабый 2-3 метра в секунду. Алиса, а какая погода будет завтра в городе Бохинь? Простите, я не знаю, где это в городе Бохинь. К сожалению, Алиса не знает всех городов Словении и может называть погоду только в Любляне. Это не так. Я могу искать информацию о любом городе. Вы хотите узнать, где в Любляне находится зоопарк? Алиса, я хочу узнать, где в Словении находится Бохинь. Сайт в отпуск.ру дает такой ответ. Курорт Бохинь расположен на высоте 550 метров на берегу живописного ледникового Бохиньского озера, окруженного Юлийскими Альпами. В 80 километрах севернее столицы Словении – Любляны. Вся территория курорта входит в национальный заповедник Триглавский парк. Здесь же расположен высочайший пик Словенских Альп – гора Триглав. А еще узнала, где находится Словения, в какой стране. Рассказать? Где находится Словения, в какой стране? Расскажи. Ответ из интернета. Республика Словения, или сокращенно Словения – государство в южной части Центральной Европы. Традиционно ее принято относить к числу балканских стран. Общая площадь территории превышает 20,2 тысячи квадратных километров. На карте отчетливо видны границы с Хорватией, Италией, Австрийской Республикой, Венгра... Алиса, стоп! Алиса, а можешь удачно пошутить? За отдельную плату. Вот так вот. Ну, я пошутила. А теперь ваша очередь. Какие шуточки знаете? На этом наши новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и оставлять свое ценное мнение в комментариях. Пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok